Имя Люксембург происходит от одного старинного укрепления, которое первоначально называли Луцебург. Название Люксембург состоит из двух слов немецкого происхождения – Лутила, маленький, и Бург – замок. В позднее средневековье под влиянием французского языка, государство стали называть Люксембург. Ранняя история Первоначально Люксембург был лишь фортом возле рек Зауэр и Альзет. Генрих V Белокурый был основателем династии Люксембург-Лимбург. 5 июня 1288 года произошла битва при Ворингене, в которой пал граф Люксембурга Генрих VI, которая отделила Лимбург от Люксембурга. Сын Генрих VI, Генрих VII Люксембургский, был избран в 1308 году германским королем под именем Генриха VII и основал Люксембургскую династию, из которой произошли императоры Карл IV, Венцеслав и Сигизмунд. Карл IV в 1353 году передал графство Люксембург, возведенное им на степень герцогства, своему сводному брату Венцелю. Последний не имел детей. После его смерти герцогство стало переходить из рода в род. С 1412 года оно принадлежало герцогам Бургундским, с 1477 года Габсбургам, со смертью последнего в 1437 году династия Люксембург и Габсбургская слились в лице Альбрехта Габсбургского, женившегося на дочери Сигизмунда. В 1659 году Люксембург заметно вырос и был передан испанскими Габсбургами в руки Франции, и в 1784 году герцогство Целликом попало под власть Людовика XIV. По Утрехтскому миру 1713 года та часть герцогства, которая все же с 1659 по 1689 годы оставалась в испанских руках, перешла в руки Австрии. Однако в 1794 году она была завоевана Францией, за которой ее укрепил мир в Кампо Формио. Наполеон и XIX век Венский конгресс 1815 года образовал из Люксембурга самостоятельное Великое Герцогство, входившее до 1860 года в состав Германского союза. Корону Великого Герцогства Конгресс передал Вильгельму I, королю Объединенного Королевства Нидерландов, в вознаграждение за его носаузские владения. Потом же и Люксембург оказался в личной унии с Нидерландами. Связь с Германским союзом выражалась главным образом в том, что город Люксембург, сильнейшая в Европе после Гибралтара крепость, был признан крепостью Германского союза и занят прусскими войсками. Вельгельм I управлял Герцогством на основании нидерландских законов и своего усмотрения. В 1830 году революция, распространившаяся в Бельгии, охватила и Люксембург. Вся территория Великого Герцогства, за исключением самой крепости с ближайшими окрестностями, перешла во власть бельгийского правительства. В 1830 году трактат, подписанный в Лондоне представителями пяти великих держав, возвратил половину Люксембурга голландскому королю на прежних началах, оставив другую его половину за Бельгией. Уничтожение Северогерманского союза в 1866 году вновь поставило на очередь люксембургский вопрос. Наполеон III, стараясь получить удовлетворение для оскорбленной гордости своей страны, завел переговоры с Вильгельмом III о покупке Люксембурга. Вильгельм согласился, но весть об этом соглашении распространилась и вызвала негодование в Германии. Мнением самих люксембургцев никто, конечно, не интересовался. В 1890 году умер Вильгельм III, не оставив сыновей. Так распалась личная уния между Нидерландами и Люксембургом. Так и появился Люксембург. Кстати, ребят, я собираюсь себе покупать новый микрофон и новый компьютер для кардинального улучшения качества контента. Поэтому, если вы хотели бы стимулировать мое стремление к усовершенствованию канала, то можете по ниже указанным реквизитам финансово меня поддержать. Всем посидки, а с меня контент. До скорого!